Ранок видевся складным. Не будь с похмелья. Оленем. Обирай батаргин. Украинским бойцам удалось выбить россиян из Нового Комара, севернее Великой Новоселки. Присутствие российских сил в этом населенном пункте угрожало логистике на направлении, докладывает Дипстейт. Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона вытеснили врага из Нового Комара. Враг понес большие потери убитыми. Многие россияне убежали к трассе. Сегодня были взяты в плен с 40-й бригадой морской пехоты Техоокеанского флота. Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48-го ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов ФПВ, привлеченных к освобождению села. Экипажи дрончиков превращали кацапов и кирпич в винегрет. Следует упомянуть и казаков с 3-го механизированного батальона, 31-й отдельной механизированной бригады и танчик 23-й отдельной механизированной бригады, пишут они. Что касается Покровска, там ситуация наоборот стала чуть похуже. Россияне продолжают понемногу продвигаться и на Покровском направлении. Вот так ситуацию описывает тот же Дипстейт. После потери Селидового кацапы продолжили развивать свой успех, и на сегодняшний день он достаточно существенен. Теперь можно выделить несколько районов постоянной активности врага. Отрезок Сухой Яр, Лысовка Дачинская, Юго-Восточная Покровска и Петровка Желтая Новопустынка, которая уже разворачивается юго-западнее города. Если в первом районе Силы обороны более или менее успешно сдерживают давление противника, например, как в нашем посте районе Лысовки, то в районе второго обстановка сейчас критическая и с неутешительными перспективами для противника. Кацапы заняли Силу Желтой и продолжают штурмовые действия в направлении Новопустынки и Новотроицкого. Но еще более неприятным моментом является атака врага на населенный пункт Шевченко, где было замечено его присутствие в окрестностях. Силу является одной из ключевых задач врага, которая позволит открыть оперативный простор для дальнейшего продвижения на Покровск и открыть фактически дополнительную возможность штурма города. В будущем ожидается активность врага в перекрытии логистики в Покровск, как они это делали и делают в других населенных пунктах с целью реализации их оккупации. Каждый день на штурм отправляется большое количество техники и пехоты, и, к сожалению, непрерывное давление приносит свои плоды. Поэтому только качественное использование силы и правильная организация обороны может дать возможность держать врага, где тягаться с ним в количестве нет никакого смысла. Также в случае успехов в районе села Шевченко ожидается, что Кацапы начнут перебрасывать дополнительные ресурсы на направление для усиления группировки. А оккупация Курахова и Великой Новоселки вовсе может освободить значительное количество сил, которые могут внезапно оказаться в наступлении на Покровск. О ситуации конкретно в Шевченко сообщает и украинский военнослужащий, ведущий телеграм-канал «Офицер». Покровское направление. Вскоре битва за Шевченко. Обстановка на участке Шевченко, Новотроицка, очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы кучу живой силы, просто масса пехоты. Группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами, балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром пытаются обойти населенный пункт с Шевченко, поэтому будут послать еще больше живой силы, чтобы пробить коридор. Обойти населенный пункт с перспективой взятия. Шевченко очень важный населенный пункт, ведь этот фланг Покровска, до города оттуда буквально несколько полей. Россияне залетели в крайние дома населенного пункта Шевченко, пишет он в другом посте, идут бои. Пока только можно сказать о наличии подсвинок в некоторых домах, речь не идет о прорыве и т.д., но от этого не сильно легче. В Украине в скором времени появится военный омбудсмен, который будет защищать права военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустам Умеров. Концепцию введения Института военного омбудсмена министр представил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время доклада 3 декабря. По словам Умерова, это важная инициатива Минобороны, направленная на системную защиту прав украинских военнослужащих. Министр отметил, что первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, уже демонстрирующие конкретные результаты. Реагирование на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов, сказал он. Глава оборонного ведомства пояснил, что следующим шагом станет введение Института военного омбудсмена. Омбудсмен будет защищать права украинских военных резервистов и членов их семей. Вскоре соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Верховной Рады. Также украинские бойцы массово возвращаются из самоволки, из самовольного оставления части, об этом рассказывает рейтер. Пока украинские военные пытаются найти достаточный войск, особенно пехоты, чтобы сдержать гораздо более многочисленную армию России, некоторые подразделения дают второй шанс тем, кто сбежал со службы. Данные прокуратуры показывают, что с 2022 года было возбуждено около 95 тысяч уголовных дел против солдат, ушедших в самоволку, из-за более серьезные преступления и дезертирства с поля боя. Количество дел резко возрастало с каждым годом войны. Почти две трети от общего числа относятся к 2024 году. Учитывая десятки тысяч убитых или раненых солдат, Украина вряд ли может себе позволить такое истощение. Теперь некоторые подразделения пополняют свои ряды, принимая солдат, ранее объявленных в самоволке. Одной из них является элитная 47-я бригада Украины, которая в прошлом месяце опубликовала в социальных сетях пост с приглашением солдат, которые сбежали присоединиться. Наша цель – дать каждому солдату возможность вернуться в строй и реализовать свой потенциал, говорится в посте. На первые два дня, как сообщает бригада, поступило более сотни заявлений. Было цунами заявлений, их было так много, что мы до сих пор не успеваем обработать их все, прежде чем поступят новые. Сказал Вячеслав Смирнов, глава отдела по набору 47-й бригады через две недели после объявления. Два воинских подразделения, с которыми пообщался Рейтер, заявили, что набирают только тех солдат, которые ушли в самоволку со своих баз, а не тех, кто дезертировал с боя. Первое рассматривается в украинских вооруженных силах как менее тяжкое преступление. Недавно принятый законопроект фактически декриминализовал первое исчезновение солдата, что позволило им вернуться на службу. Полковник Александр Горинчук, заместитель главы военной полиции Украины, сообщил журналистам во вторник, что за последний месяц 6 тысяч солдат-самовольщиков вернулись на службу, в том числе 3 тысячи за 72 часа с момента подписания закона. Михаил Перец, офицер батальона К-2 54-й бригады ВС Украины, сказал, что его батальон уже нанял более 30 человек, которые самовольные дезертировали из других подразделений. Причины побега очень разные. Для некоторых людей это был слишком тяжелый переход сразу из гражданской жизни. Другие служили год или два в качестве квалифицированных пилотов-беспилотников, но затем были отправлены на передовую, потому что не хватало пехоты. Перец сказал, что среди подавших заявки были мужчины, которые были истощены и сбежали после 7 или 8 лет войны, в которой они сражались с поддерживаемыми Россией силами на востоке Украины до 2022 года. Ну а в вооруженных силах Российской Федерации настоящий транспортный коллапс. Моя любимая тема, это мои любимые действия, когда какие-нибудь генералы решают, что давно-ка российских солдат мне нагибали они сами. И они, короче, издали указы о том, что надо забрать всю технику, которая не на военных номерах. Долгое время зрительники обсуждали, настоящий ведь приказ или нет, но стала приходить все больше информации. Они стали жаловаться, что на фронте настоящий пиздец. Автор канала «На Западном фронте» Бесперемен Иван Филиппов продолжает собирать затнытье вокруг запрета личного автотранспорта на фронте, который, похоже, никто и не думает отменять. И я тоже собираю, я собираю в отдельный ролик, но пока давайте там коротко ознакомимся с самыми яркими представителями, которых Ваня собрал. Вот что пишет один из подписчиков канала «Минная дивизия». По пятой бригаде все машины попрятали. Артиллеристы ехали на позицию с ротации, арестовали и машину забрали под Красногоровкой. Фронт двигается на подразделении 1 КАМАЗ. С утра наблюдаю картину. Поехать купить гвозди – КАМАЗ. В магазин – КАМАЗ. Отвезти печку – КАМАЗ. И так далее. Парни поменяться не могут. Позиции, подграды присмотреть не могут. А КАМАЗ размотает на раз. А он один, и его главная задача – подвоз БК. А самое главное, что ребята местные воюют 2014 года. Машины свои, даже не волонтерские. Все попрятались на улицу выходить бояться. Также автор канала Пятницкий довольно емко формулирует принцип устройства современной российской армии. Всех поймать и отбать. Кто съебался, тех догнать. На фронте без перемен. Точнее, перемены есть, и моментами они не очень хорошие, пишет он. Запрет передвигаться нашим военнослужащим на личном транспорте и напереданном в рамках гуманитарке вредны, несмотря на то, какие причины приводятся в распоряжении. Не нужно мешать все в одной кастрюле. Нарушение дисциплины и конкретных солдат и офицеров – это ответственность их непосредственных командиров. Угрожать тем, кто и так каждый день играет со смертью, на выживание направлением шторма – так себе идея. Подобные распоряжения играют на руку противнику, также помогают дронам и арте врага. Давайте запретим тогда уж и распространенный, нигде не зарегистрированный или оформленный на гражданский гладкоствол, благодаря которому зачастую эти самые дроны сбивают картечью и дробью. А с эвакуацией раненых что будем делать? Сегодня большая доля спасенных жизней как раз приходится на гуманитарные личные машины. Те же буханки, квадрики и т.д. Парни вывозят сослуживцев буквально из-под огня, не рискуя техникой, стоящей на учете, за утрату которой, к слову сказать, в случае чего, тех же командиров и выдерут по первое число. Пьянство недопустимо, согласен, а вот управление безводительского, поездка на броне, нарушение официальных требований безопасности и ПЛД – это норма, и это пора признать. Люди на войне, а не на проселочной дороге в Сибирь или на Дальнем Востоке. Как всегда, все бросаются в крайности, и очень многие просто буквоеды хотят выслужиться, те же пресловутые палки заработать себе. Мол, какие молодцы, поймали, наказали, привлекли. Кого? Того, кто завтра может не вернуться. Приказы у них, буквы, цифры. Меж тем, за каждой буквой, за каждым приказом или распоряжением из Москвы или Ростова стоят реальные жизни и судьбы наших бойцов. Хотите понять это? Поезжайте туда и там, на месте, и сдавайте приказы и распоряжения в соответствии с обстановкой. Но это ответственность. Чем больше бумаги, тем у кого-то чище зад. А как быть с душой и совестью? Высшие офицеры и командование, понятно, ориентироваться на доклады старших офицеров с мест. Насколько случаев выявлено той же контрразведкой, когда полковники и даже генералы докладывали информацию наверх искаженно, а то и вовсе противоречиво и лживо, чтобы просто спасти свой зад и не показаться непонимающим или трусливым. В результате всех поймать и отъебать, кто съебался, тех догнать. И каждый думает, что он поступает правильно по закону в соответствии с приказами. На деле же все совсем иначе. Главная причина – кризис кадровый. Не хватает машин и офицеров, которые могут брать на себя ответственность за подразделение и принятые решения. Про межведственное взаимодействие вообще молчу, сам наблюдал. У нас Урал, застрявший намертво танкисты, стоявшие неподалеку, отказались выдергивать, так как поцарапают танк, а мне его завтра командующему показывать только получили. Делов было две минуты, смял заборы и выдернул бронированный Урал. Нет, млядь, танк поцарапаю, мрак. И стояло пять полковников, увещевали танкиста-капитана. Нет, развернулся, уехал. Не могу, говорит, вы... Так что речь тут идет только об одном – пока все командиры в буквальном смысле не начнут отвечать головой и погонами за принятые реальные решения, бумажные указания будут только множиться, как в том анекдоте. Ебали, ебут, только писанины прибавилось. Неправильно это. Но сказать не моги. Сразу грозят дискредитации другими страшными словами. На самом деле это просто распиздействие отдельных лиц и проблемы, у которых есть имя, фамилия и отчество. В общем, как вы видите, уморительно абсолютно. Мне нравятся все афоризмы в этом высказке. Я вообще стал замечать, что чем больше мне лет становится, тем больше мне нравятся всякие поговорки, пословицы и афоризмы. Но это я запомню. Это я бы даже сказал «запишу». Запоминайте и вы. Ну, а пожелаем российским генералам удачи. Пусть они отберут вообще весь транспорт у российской армии, чтобы те вообще не могли ничего делать. Это было бы здорово и замечательно. Будем надеяться, это будет лишь расширяться.